Седьмой класс, 32 серия. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. Первая теорема. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол. Давайте докажем эту теорему. Итак, рассмотрим треугольник АВС. И в этом треугольнике сторона АВ больше, чем сторона АС. Давайте докажем, что угол С больше угла В. От точки А надо отложить отрезок АВ, равный стороне треугольника АС. Получится равнобедренный треугольник АДС. Точки С и Д надо соединить, построить отрезок. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Угол первый равен углу второму. Причем угол первый – это часть угла С. То есть угол первый меньше, чем угол С. Так, а теперь давайте рассмотрим треугольник ВДС. Угол 2 является внешним углом вот этого треугольника, потому что он является смежным углу СДВ. А если это внешний угол треугольника, то он равен сумме двух углов, не смежных с ним. Значит, угол В меньше, чем угол 2. А значит, и меньше, чем угол 1, потому что первый и второй имеют одинаковую градусную меру. Значит, угол В будет меньше угла С. Первая теорема доказана. Вторая. Против большего угла лежит большая сторона. Эту теорему можно доказать методом от противного. То есть предположить, что это не так. Ну и посмотреть, что получится. Мы придем к противоречию. Значит, предположение неверно. Значит, против большего угла лежит большая сторона. Следствие. Первое. В прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета. В прямоугольном треугольнике та сторона, которая лежит против угла 90 градусов, против прямого угла, называется гипотенузой. Поскольку в прямоугольном треугольнике больший угол прямой, два других угла острые, значит, гипотенуза будет больше катета. Так. И второе следствие. Если два угла равны, то треугольник равнобедренный. Первая задача. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС проведена бисектриса АД. Надо найти угол АВС. Вот этот угол надо найти. Если известно, что угол АВС 120 градусов. Угол АВС 120 градусов. Треугольник равнобедренный. Значит, углы при основании равны. И АД – бисектриса. Бисектриса делит угол пополам. Значит, давайте обозначим угол при вершине А. Градусная мера его будет 2х. Бисектриса делит пополам. Х, да еще х. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит, угол С имеет градусную меру 2х. Так, угол В. Сумма углов треугольника 180. Значит, можно сказать, что градусная мера угла В – это 180 минус 2х и минус 2х. То есть 180 минус 4х. Так, а теперь давайте рассмотрим треугольник АВД. Если угол АДС – 120, значит, смежный с ним 60 градусов. Значит, угол В, можно сказать, что равен 180 минус 60 и минус х. Итак, а теперь давайте составим уравнение. Итак, 180 минус 60 минус х. А с другой стороны, если мы рассматриваем треугольник АВДС, это будет 180 минус 2х минус 2х. Решая это уравнение, мы находим значение х. х равен 20. Вопрос задачи. Градусная мера угла В. Значит, надо подставить либо в это выражение, либо в это. Значение х – 20 градусов. И получаем ответ. Угол В – 100 градусов. Градусная мера. Вторая задача. Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при основании 8 раз меньше внешнего угла, смежного с ним. Итак, градусная мера угла при основании х. Угол, внешний угол, смежный с ним, будет 8 раз больше, значит, 8х. А в сумме, это смежные углы, получится 180. Так, осталось решить это уравнение. х равен 20. Вопрос задачи. Найдите углы равнобедренного треугольника. Значит, 20 градусов, 20 градусов. И, чтобы найти третий угол, надо из 180 вычесть 2 раза по 20. Получится 140. Третья задача. Периметр равнобедренного треугольника в 4 раза больше основания и на 15 см больше боковой стороны. Найдите периметр треугольника. Давайте обозначим длину боковой стороны за х сантиметров, а длину основания за у сантиметров. Периметр – это х плюс х плюс у. Причем по условию задачи известно, что этот периметр в 4 раза больше основания. То есть, если мы основание умножим на 4, то как раз получится периметр. И известно, что этот периметр больше боковой стороны на 15. Значит, если к боковой стороне прибавить 15, то как раз получится периметр. Так, получилась система, состоящая из двух уравнений, с двумя неизвестными. Осталось решить эту систему. Значит, первое уравнение – 2х равняется 3у. Второе упрощаем. Значит, х равен 15 минус у. А теперь методом подстановки. Можно вот это выражение подставить в первое уравнение. Вместо х записать 15 минус у. Получится уравнение с одним неизвестным. Находим значение у – 6, х – 9. Надо найти периметр треугольника. Два раза по 9 – это 18. И еще основание 6. Периметр треугольника – 24 см. Периметр треугольника. П попробуем. Поехали. Продолжение следует...